Сегодня в Цивильском районе прошел Приволжский день поля, тема форума «Ячмень, солод, хмель и пиво России». Более 300 представителей российского агропромышленного комплекса стран ближнего и дальнего зарубежья собрались на полях форума. Хозяева, местные производители хмеля детально представили свою отрасль. Гости увидели уже плодоносящие хмельники и новые, заложенные весной этого года. Работа по сохранению зеленого золота десятилетия ведется в Чувашском НИИ сельского хозяйства. Даже в самые сложные времена здесь бережно сохранялись уникальные сорта хмеля, ставшие, по словам специалистов, предметом профессиональной зависти иностранных коллег. Так что перед отечественным хмелеводством, имеющим такую солидную базу в республике, несомненно, открыты большие перспективы, считает президент Союза, производители ячменя, солода, хмеля и пиво безалкогольной продукции России Александр Мордовин. Для меня лично это будущее непредставимо без отрасли хмелепроизводства. И республика Чувашия априори всегда была форпостом этой отрасли. Самое главное, чтобы сегодня собраться с мыслями, взвесить свои возможности, найти тех лиц, которые будут нас поддерживать, и двигаться в направлении возрождения хмелепроизводства. И моя вот такая, не знаю, голубая мечта, когда-нибудь ехать по федеральной трассе, и чтобы как в Чувашии, так же как в Чехии, так же как и в Германии, слева и справа по дороге были хмельники. Хмелеводство – процесс долголетний, требующий долгосрочных инвестиций. А каждый предприниматель аграрии думает о том, как быстрее окупить вложенные средства. Поэтому в Чувашии производители зеленого золота никогда не остаются без государственной поддержки. Этот бренд, считает Михаил Игнатьев, должен быть известен далеко за пределами региона. Я абсолютно уверен в том, что хмелепроизводители новые появятся. У нас достаточно хмельников, надо вложить, и эти хмельники будут давать уже продукцию для российского рынка. По разным оценкам, озвучены были цифры, то 10 тысяч тонн, то 11 тысяч тонн. Цифры, конечно, они плавающие, но с другой стороны, это огромный спрос на рынке. Что нам делать? Нам нужно заниматься этим направлением деятельности. В ходе дискуссии специалисты хмелеводы обсудили вопросы селекции и семеноводства производства ярового, пивоваренного ячменя, сода и пивоваренной продукции. Родион Архипов, Андрей Шоклев, Республика.